Всем хай! Привет! Сегодня у нас с вами будет вот такая вот распаковочка вот такого вот адвент календаря от Alanko. Yes, girl! Он выглядит просто потрясающе. Мы его снимаем и вот что получаем. Вау! Иди сюда, смотри. Дружки сами тянут. Вот такой вот красивый адвент календарь. Конечно, выглядит он просто очень здорово. Сейчас, давайте попробуем вот эту вот открыть цифру. Ну что ж, с нее мы и начнем. Это была цифра 12. А, коронавт нобель? Вау! И цифра 12. Был SPF крем консилер. Что? Консилер? Какой приятный звук. Ставлю звуку лайк. Кстати, да. Консилер? Да, реально консилер. Он какой-то коричневый. Скажем так, вообще я не грушаюсь того, чтобы находилась какая-нибудь косметика с цветом. Ну, в плане какими-нибудь тона или консилеры в квадратных поповках. Я сама в битебоксе это практикую. Но обычно я беру оттену, конечно, посветлее, потому что чем светлее, тем универсальнее. Это достаточно темно. Мне идеально подошло. Мне идеально подошло. Идеально все сгладило. И офигенный матом какой-то эффект есть. Прям вау. У него розовый бантон, а мне такой очень подходит. Что ж, ну тогда я тебя поздравляю. Тебе консилер, а ты дальше тащишь следующий домик. Класс. Блин, тащить домики, это теперь мое вообще любимое у меня занятие. Но здесь мы будем делать это поочередно. Так что тащить домик номер один. Давай. О, давай на колени койду. А, давай, да. Нам ничего не мешает. О, смотри, как красиво. Да. Слушай, да, ищи номер один. Я бы нашла. О, я тоже радуюсь. О, какой звук. Просто. Это так мило выглядит, как маленькая крохотная сыворочка. Просто. Есть маленькая крохотная сыворочка. Не могу открыть, потому что у меня руки скользят. Что, ты ли, Маша? А, ампу. Да. Да не буду говорить, я сляп. О, боже, какая милота. Это, короче, здесь не написано, что это. Здесь написано просто концентрат для юности. Так что, айгест это просто какая-нибудь обычная ампула. С каким-то прикольным ланкомовским кремом. Я никогда не пользовалась, ничего не могу сказать. Но по ощущению очень приятно. И реально вот тут миниатюрочка выглядит классно. Хотя обычно я засираю, но это мне нравится, что с пипедочкой. Да. Стало прям как на... Ммм, ты даже не раздражаешься. Вообще, приятная. А ланком это люксовая косметика? Да. Или просто не утешаю? Ланком это люксовская косметика, люксовая, поэтому мы от него ожидаем много. Его нельзя сравнивать с бюджетом в этот календарёв. Окей, а сколько он стоит, ты в конце спрашиваешь или сейчас он стоишь? Я уже сказала в начале, но по-моему... Он стоил типа тысяч восемь и двенадцать. Что? В России он стоит сорок лет. Что? Ты убираешь, почему он в России стоит? Сорок тысяч? Да, в России он стоит сорок тысяч, потому что в России его нельзя купить, он нужно заказать за Европу. И за счет этого они берут огромную комиссию. Поэтому в России он стоит сорок тысяч, и я бы даже не покупала. И бы по этой причине, когда я была бы тут за 8-12, такая, обувь набрать. А 8-12 тоже больше нравится, а в самом деле. Ну, знаешь, для меня это человек, который потратил на этот календарей... Ну, да, я тебя понимаю. Я уже не считаю. Ну, мы люди простые, знаете, для нас 4 тысяча, даже не боясь. Не приклиняйся, я тебя сейчас панула. Мне нравятся эти таленьки, они прикольные. Да. Но мне бы тяжело будет выбрасывать в коробку. Да. Ой, что это тут? Ой, это моя милая маленькая, я не могу. Что это такое маленькая, я не знаю, что это. Как это приятно, я не знаю, что это. Это какой-то железный шарик. Light Pearl. Еще один, а, концентрат. А, это, ой, не обмазывайся. Это, короче, концентрат для ресниц. Это вот этот вот, типа, бустер для роста ресниц. Да. Я угнала. Мы с Лизой уже обмазались просто какой-то гормональной штукой для ресниц. Блин, ну выглядит очень свет. И вот эта вот упаковка просто... Ну, я реально, я не могу докопаться, потому что мне нравится, как выглядит. Если это люксовая косметика, наверное, за 12 тысяч миниатюрки это норм, да? Потому что даже все в миниатюрке. Ну, ну, так сейчас слойно. Я просто надеюсь, что там будет много размеров в парламенте дальше. Ну, я не знаю, я надеюсь. Потому что пока я смотрю, и меня, конечно, не радует, что здесь много малышей. Ну, буквально, это, типа, знаете, дают в подарок, бесплатные тестеры, бесплатные тромники. А, мам, начинь, я уже стукалась, я подоживаю, хочу, чтобы у король колеса не уйдет. Я не могу. Где отклейте от цифры, так высказы мне? Вот, я насла. Что такое цельство? Я немножко бешусь, что это опять какая-то кромотная миниатюрка. Но вот эта миниатюрка мне уже не нравится, потому что она по своему концепту просто обычная, типа, ну, банка. Она из обычного пластика, если хотя бы какие-то полустеклянные были, то это просто обычный крем. А, нет, извините, это крем для глаз. Ну, ладно, крем для глаз в целом это немало для крема для глаз. Здесь достаточное количество объема, 5 мл. Ну, ладно, короче, не вау, просто норм. Можно я понюхаю? А, ну, по-моему, не вау. Хотя... Ой, фу, он пахнет плохо. А, он неплохо пахнет. Это запах с прочной косметики. Это не шутка. Так вот, инпрессорочная косметика. Этот запах уже хорошо знаю, я только принадлежу хапану. Лисе я доверяю. Ну, 100%. Ты попробовала его, пока я отвернулась? Да. Ты его лизнула? Да. Напишите, она лизнула или нет, или она меня обманула, пожалуйста. Ты лизнула? Да. Знаете, я сейчас сижу просто отсматриваю видео, которое я наснимала в Корее, и я очень сильно угораю, потому что я с собой взяла... туда батончики. Короче, рассказываю. В Москве я подсела на вот такие вот батончики. Они безумно вкусные. Они настолько вкусные, что я, когда сумирала в чемодан, подумала, решила, что я должна взять эти батончики с собой. Во-первых, чтобы сама есть, потому что корейские сладости мне сейчас не очень нравятся. А во-вторых, чтобы показать своим друзьям и просто с ними тоже поделиться. У меня буквально там коробками стоит. Нет, у меня реально коробки стоят. Это безумно вкусные батончики. Вот. Ну, как бы, понимаете, все уже подъезден. Там коробка есть, батончиков нет. Короче, я просто смеюсь с того, что даже в Корею я их с собой повезла. Такие они были классные. Пару минут серфинга по любимым сайтам и каналам дают мне не только вдохновение, но и вкусный перекус. И пока мозг насыщается прекрасным, я насыщаюсь батончиками Good Vibes. Так и создаются тренды. Это отстроено. Ты какой тип крутоковый лейер? Такого, тройку, я беру четыре. Очень красивый этот плиндер. Очень удобный. А, миниатюру это лучше для ресниц. Ну, блин. Прикольно, но не за такие деньги, ребят. Ну, не за такие деньги. Вот это вот, если вы когда-нибудь прийдете, условно, там, во Францию, зайдете в их местную, там, то же самое с Фоуру, купите любую косметику, вам вот таких вот штук от Холл, да, от Беннид, просто наложат вот столько. Потому что ты чисто, мама, Полина, как-то чупает. Тестеры вот. Отлично. Да, угля. Да, но такой приятный запах таблеток и угля, что ли, не нравится. У меня бы задергался вот этот. Нет. Нет? У меня не МТ просто. Я уже... Ты лесяшься? Да, злюсь. Ну, я бы тоже злилась, если бы я потратила охренадыщи на миниатюрки. Отстойно все равно класть миниатюрки. С другой стороны, ты можешь попробовать, если тебе понравится, взять полноразмерку. Но с третьей стороны, ты приходишь в магазин, говоришь, я хочу попробовать, тебе дают бесплатный тестер, ты идешь пробовать, возвращаешься, берешь полноразмерку. Да? Но это не нужно платить. Да, Ребята, если вы не знали, вы можете прийти, в принципе, практически даже в любой магазин, который есть у нас, и сказать, я хочу попробовать вот это, дайте мне тестер, и вам дадут. Миниатюрка! У-ху! Ну, это база 2 макияж. О! Ну, для базы 10 миллилитров, честно, это нормально. Я знаю точно, у Бенфи такой формат вообще, в принципе, даже продают, то есть он не используется как тестер, потому что для базы, в макияж, это вот до клина. Вот, естественно, этого мало, но этого хватит. Просто, может быть, я наношу много косметики, но мне бы такой штуки хватило, ну, раз на пять. Его нужно наносить, как половина моего мизинца по объему. Это вот столько. Да, столько на все лицо. Да. Это при том, что ты еще вот такими вот движениями делала. Если бы ты вот так вот наносила, тебе бы очень спокойно еще и наше ее распределила. Ладно, хорошо. Пайкли, дальше? Ну, допустим, это же все. Да, открывай, пойдешь все. Блин, смотри на этот клей. Да, клей уродский. Такой жалкий. Тешманс. Прям в клей, конечно. Миниатюрка! Тестер. Такой размер дают, там, не знаю, ну, это тестер, это даже не менять. Да, этого достаточно для помады, но этого очень-очень-очень-очень. Мне очень нравится, пока она красивая. Да. То есть у нее очень красивый дизайн, например, в пончике. Это классно. Я называла, да, и симпатичная. Цвет красивый, с вами помады. Давай, на крошку попробуй. Давай. Давай. Ну... Очень некрасивый цвет. Некрасивый? Он мне не нравится, и он как будто даже расслоился. Ну, кому-то, наверное, такой цвет подойдет. Ну, покажись. Ну, выглядит очень дешево. Очень... Вот, дешево, это очень хорошее слово. Не люблю это слово, но вот оно прям вот, ну, наоборот, за дешево. Я распространяла. Спойлер ли, она очень недовольна цветом, да, сильно. Она прям зелится. И если я сижу, и у меня херово накрашена голубая, простите. Она матюкалась, а пока вы не видели. Я, кстати, умею. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже восьмила. О, смотрите, а мне кажется, большая стерка. Почему у нас не будет ни одной полетки теней? Вау! Что это? Полная размеровка? Нет, это для Рэву. А, это лосиндотелло. Ну, знаешь, сером пахнет хорошо. Она не пахнет как будто вау, это лучший запах в жизни. Тот же больше шок в этом распаковывается. Не скажу, что пах сильно. Слушай, девочки, очень приятно пахнет. По мне обычно. Офигенно пахнет. Пахнет очень парфюмированно, в плане хорошем смысле, что ты прямо в одном лэш, и ты будто бы надухарилась духами, надушилась. То есть от Виктория Сиклет мне нравятся такие штуки. Ты их намладишь, и он так пахнет, что ты просто чувствуешь себя в байгинии. Это офигенно. Мне нравится, супер вообще. Ну ладно, я рада. Тебе не очень, да? Супер 9. Ну, необычно. Ой, мы семерок пропустили, она была здесь. Я не знаю, когда мы надривились, нам было семерок. Я очень хочу палетку теней. Я знаю, это однозначно. Некуда. Вдруг какая-то маленькая. Кстати, да. Вот такая, вот окинная тенка. А у тебя, походу, это та же самая серия, что сейчас будет. И в ком. А в актере для душа. Знаешь, что странно, что здесь не закрыто, и все помпано. То есть это же лонгом? Кстати, да. И тут ничего не закрыто. А не должно быть того же с точки закрытого. Да, серебряный. Вкусно пахнет так же сильно, как лосьон. А у нас номер дир. Я где-то увидела, он был тоже большой. О, вот. Неужели это значит, что все большие нормального размера, а все крохи это тестеры? Походу так и значит. Вот это очень хорошая вещь. И сразу скажу, это мицеллярка ланкомовская. И она просто классная. Я не знаю, что, как демонстрировать еще мицеллярку. Просто, типа, знаете, что мицеллярка ланкомов реально хороший люксовый мицеллярк. Это все, что я могу о ней сказать. А чем она отличается от мицеллярки? Да ничем, просто хорошая. Которая стоит там 200 рублей. Ничем. Ладно. То есть просто хорошая, только все хорошие? Да, именно так. Но есть плохие мицеллярки, но это хорошая мицеллярка у люкса. Почему-то у них, кстати, не очень хорошо дела. У тебя десяточка, она вот. Возможно, будет хорошая помада, красивая, да? Хочешь ли я верить? Хочешь ли я верить? Красивая помада. Давайте какая-нибудь, может быть, даже красная. Красная же у нас не было. Черт. Черт. Боже, прости. О, это не помада, но это что-то большое. Походу на средства для снятия макияж с глаз. О, да, я пользовалась таким. Это средства для снятия макияж с глаз. Да. Ну, типа, мне не нравятся эти продукты, значит, мне очень много фанатов, но для меня, типа, гораздо проще обычным гидрофильным маслом все снимать, чем вот это вот. Ах, это неприятно, но у меня всегда остается макияж на глазах всегда. И у меня такая вещь полезна, потому что я дополнительно с глаз еще снимаю макияж. Одиннадцатый только. Здесь, знаете, что бесит? Здесь в каждой доме заклеен такой скотчем. О, это большой, кстати, крем. Ого. Липсинг-крем дневной ССПФ 20. Ну, типа, просто большой крем, да, выглядит приятно. Здесь уже 20 миллилитров, это уже... А, 15 миллилитров, простите, в принципе, норм. На фоне вот этой вот шмойки, конечно, небо и земля. Сейчас я понюхаю, на тему просрочки. Нет, пахнет обычно, типа, как обычный самый дневной крем. То есть вот эту маленькую, которая ощущает, что эту просрочку можно вообще выкинуть. Ну, лучше выкинуть, я бы не стала здесь пользоваться. Да, пахнет приятно. Вот она должна так будет пахнуть, идея. Слушай, ну, это же выглядит как все-таки поинтереснее. Они хотя бы разные, то есть вот не этот торок. Этот скотч меня бесит, так, дурацкий. Из него весь, наверное, по херенам. Вау! Баска роста бутиков. Очень красивая золотая баночка. Это прям офигеть. Это что у нас? Софт крем в фенсе. Вау! Здесь еще вот эта вот слюда. И вот она должна быть, по идее, в каждой, да, тоже? Мне просто рождаст в стоп роста. А тут кайфовый крем. Прям класс, класс, класс. Его тут не так много, кстати, посмотрите. То есть его кажется много, на самом деле не так уж много. А дальше у нас цифра 14. О, надеюсь, что там что-то нормальное. Слушай, походу, что это? Ну-ка. Все потому что консилирует, но потом поняла, что у нас уже было. А, серум для глаз. Слушай, походу, здесь тоже золотой серии, потому что упаковочка золотая. Серум для глаз, да. А что такое серум для глаз? Ну, просто средство для кожи вокруг глаз. Просто видишь, такой более жидкий формат. Вау! Он золотой. Можно панирухать? Ну, конечно. Мне тоже не очень нравится, как пахнет. Ну, он прям золотой. Да, на дунице. Хайфово. Вот за что мы платим Люксу бешеные деньги. За то, что там тебе блистайший вдавая, или ты такой, вау, как пахнет. Я чувствую роскошь, ботико. Она манит. Опять ты. Давай ты первый. Опять придумала икру и победила. Я сказала, что на концу хобби. Хобби? Да. А, ну, потом сразу сходим. Возьмем тебе вкусный феркучино. Да? Маленькая агула. Ой, какая сладенькая. Ой, такая маленькая. Золотая. Крохов. Привет. Ойл? Это масло? Масло. Вот для масла это дофига. И это нормальный размер. Ну, я так считаю. Это гидрокилка или это масло, или венка в масло? А, не знаю. Я такая, каждый раз говорю, я считаю. Нет, это увлажняющее масло, которое можно использовать как угасовый макияж. О, то есть дофига. Да. Это очень, очень. Здесь 7 миллилитров, и это прям хорошо, хорошо объемно. Это супер. Очень сладенькая. Давайте откроем. А, там не пипеточка, там вот эта вот палочка. Да? Нет, это пипе... Это маленькая пипеточка, смотрите. О, боже. Знаешь, я считаю, что она золотая, а оттуда эта ватикаль будет со стороны. 15 тысячи, давай. Да. Кто первый взлет упал? А, ты молодец. Хотела ее забайтить? Угу. Господи, как яростно открываем эти адвенты. Да. А, вау. Мне попалась. По-моему. Размер очка. Да, я тоже не удержала, сказала, что мне это очень принадлежит. Ну, что сказать? Ланком Гипноз. Единственное, что я могу о ней еще сказать, высохла она или нет. Потому что они очень сильно любят пихать просроченные туши, которые высохшие. У меня как раз не накрашены нижние ресницы. Поэтому ты, в принципе, можешь попробовать на ней и попрасить. Давай, я попробую. Давай, смотри, наверное. Сухая? Как будто сухая, да? И она сухая. Блин, серьезно? Вот, видите, я провожу абсолютно нормально. То есть на глаз вы сильнее давить не будете. Проблема это абсолютно точно. Типа она не то, чтобы она прям суперсухая, но она и не суперсвежая абсолютно суперсвежая. В серии ее ходят раз на три. Гес не больше. Да. Танечка, можно подключить камеру? Я открываю номер 17. Нет. Так, а они там разбираются с телефоном. Я тут уже открыла помаду. Я ее даже считаю. В номере 17 была помада. И... Ред. Это, мне кажется, обязательный цвет к Новому году, поэтому без красного цвета вообще нельзя. Пахнет? Розой. Мой любимый запах розы. Салютно пахнет. Розой давайте сделаем небольшой сводчик. Ну, вы хороша, конечно. Сейчас я как шумойка при последнее накрашу себе губу. Вот настоящий профессионал к Новому году. Ой, я вижу, как это выглядит очень красиво. Ну, в общем, я накрасила губы, конечно, но... Я теперь абсолютно понимаю, о какой проблеме ты говорила с той бежевой помадой. А ее невозможно нормально накрасить на губу. Смотри на губы, понимаете? Угу. То есть она как будто вот затекает вот туда вот, наверх и вниз. И невозможно сделать вот такую, знаете, прям ровную линию. Да, я понимаю, что есть карандаши для букв. Все такое. Но, блин, когда ты покупаешь помаду для нового помада, ты как бы не хочешь, чтобы она вылезла себе хуже, чем самая дешевая рядовая помада, которая стоит за сотку. Но контур все равно красиво выглядит, даже без карандаша. Это я, честно. Вау. Вау. Блин, это мой любимый аромат, если я не ошибаюсь. Сейчас. Да, я раньше их любила в школе. В школе я любила манталь, ну, калат. Я думала, что самая настоящая профессиональница с такими духами. Еще любил какие-то духи, я не помню, как его назвали, с пафосами тоже. Вкусно, мне нравится. Школьные воспоминания, да, я реально... Блин, реально по какой-то причине вот такая обычная пахнет школьница. Да, да, как будто это Лави Эст Бэнь аромат. Девочки, мальчики, а в пользу с партюмом и каким? У нее что-то большое опять. Да, там что-то большое. Вау. Вау. Так, очень круто еще на мастерярка. Нет. Планик. Я обожаю тоник. Она так переживала о тонике, она постоянно говорит, что у тебя есть тоник. Свои постоянно спиночка дали. О, а почему на самом деле такого нет? Все, все, как ты любишь, спиночка, спиночка, спиночка. А вот объясни мне, вот тут написано тоник комфортный. Вот это тоник, который ты должна наносить, не ватный диск. Вот это просто, да? Нет, это как раз таки можно и ватным диском, и не ватным диском. Тонер, тонер наносится не ватным диском. Ну, здесь написано, что он гидроэффект дает, типа, увлажнялка. Значит, но вы можно и не ватным диском, потому что, как бы, жир для того, чтобы делать с ватным диском, да. Я вообще, я просто открываю. Вау, у вас просто класс. Да, очень. Очень розовый крем. Ну, я все еще с Лисой просроченный крем для глаз. Мило, так. Первым делом нюхаем. Лиса, нюхать. Вкусно, непросрочно. Непросрочно, пахнет реально приятно. Давай еще раз, еще раз сравним просто. Вот сейчас ты забыла, как запах пахнет? Я его просто потом еще нюхала, когда ты переодевалась. Говно. Понимаешь, да? Алло, девочка, вы просто не понимаете. Вот этот крем, да, и там пахнет говной. 21. Да почему? Подожди, да почему тебе такое большое, блять? Скажу, девочки. Тяп-тяп, тяп-тяп. Ну, крем для рук, кстати, 75 миллилитров, полный размер. Ну, конечно, а лима для рук никому не жалко, здорово, в этой жизни, да? Это самое дешевое, что, видимо, есть в косметике. Смотри, он даже тут запакован, вот так вот. Можно, в принципе, не открывать, кому-то подарить. Можно, но мы же обзор сливаем. Реально то, чтобы открыть и поюхать. Нет, тут надо какой-то подруге отдать, нельзя? Ладно, пойдем. А то, что мы не поюхаем крем для рук, поюхаем бы надо Дим. Ладно, да, все. Ребят, крем для рук, 75 миллилитров, объем большой, на 10 просрочных подруг расскажут. Вау, как конфетка. Ну, да? Ой, вы не представляете, так опа отсиделась, отсиделась на краю ванны? Потому что здесь ванна. Надеюсь, там не мокро? Нет. Я грибок. Это тушь. Амма-май, амма-май. Слушай, она выглядит как невысушенная. Ну, стоит ли тебе что-то говорить или нет? В этой жизни я не боюсь. Чего за фигня? Это ненормально, так и должно быть. Я не верю в это. Моя нервная система уже просто, она отказывает. Чего? Я уже столько всего навиделась. Просроченный все, ублюдский календарь Гарри Поттер, который стоил невероятно денег. Я чего-то уже не видела. Я уже не удивляюсь в высушенной туши. Просто. No, stop. Stop doing this. Говно. Впрочем, ничего нового. Очень, очень грустно. Ребята, я загрустила. И цифра у нас какая? 23, да? О, видите, к концу. И снова большой. Сталица! Извиня. Но на самом деле мне не жаль, поэтому я не буду извиняться. Я беру свои дни назад. И здесь у нас крем-пудра. А, это какой-то крем для тела. Написано, что крем-пудра. Я в первый раз в себе про то, что такое крем-пудра. Я вообще не понимаю, что такое крем-пудра. Вот этот крем я не запаковали, так как для рук. Потому что здесь 50 мл, а на 75. А, ну ладно. Крем-пудра, все еще не понятно, почему это крем-пудра, а обычно крем. Он очень жирен. Кстати, пахнет хайпово. Очень вкусно пахнет. Давай последний номер. Бедный календарь. Хорошо. Почему тут не было ни одной палетки для теней? Ни в фрошей, нигде. Я вообще, вот смотрите, можно сделать кисти, можно сделать пудру. Это был превалюшим. Можно сделать палетки для теней. Это был превалюшим. Румяна. Это тоже был превалюшим. Биллиард всего можно сделать. Еще один повалюшим. Почему я не снимала, я ввожусь на тобой. Ладно. Зря я стерила духи, это тоже очень приятно. Я таких не знаю. Какие-то маленькие. Может быть, не знаю. Но вроде приятненько. К твоим нацам подходят. Да, розовое золото. Но попало на тебя, да? Попало. Попало. Ну, не мой запах. Как будто бы он мой. Да. Не, не мой. Не мой. Ну, я показала, что мой, но потом он недостаточно вроде глазовский. Слишком цветочный. Я люблю восточные терпкие ароматы. Ну, я смотрю на палет и выглядит все очень скудно. Ну, то есть это выглядит как набор тестеров. Две высохшие туши и парочка требовала. И просроченная вот эта штука. Да, и просроченный крем. С одной точки зрения, да, как бы 10 тысяч много. С другой точки зрения, смотришь на это и понимаешь, что да, если это был бы в водовом календаре, я не знаю, условно, у какого-нибудь эконом-бренда, да, и даже какого-нибудь масс-маркета, в принципе, это было бы ужасно. Но здесь все еще люкс. Я уверена, что один вот этот крем для рук у них стоит, блин, тысячи три-четыре минимум. Вот. И тушь, которая стоит четверку, вот и, пожалуйста, у тебя уже два средства компенсировали весь адвент. Типа в этом жопа. А что толку тебе туши за четыре тысячи, если она высохшая? Это я понимаю, это абсолютно валидный упрек, я, в принципе, тоже мне не особо нравится, но, типа, не знаю. Lancome это типа как Chanel в плане? Да, это три столь же категории. Да? Lancome, Chanel, Dior, вот в одной обратной обратной они находятся. А Chanel, Dior, вот это в инклендаре? Chanel есть, оно стоит 60 тысяч, там наклейки. Нет, там реально наклейки, это не прос. Там наклейки. За 60 тысяч? Да, ты можешь посмотреть сегодня обзоры на академент календарь и ты охуешь. Можем больше вместе посмотреть. Давай. Сделай герерэп, а потом посмотрю. ЖЕЕЕСТЬ. Ну, в общем, не знаю, как разнесет дуэт на фоне шоссейдовского люкса. Честно, я ставлюсь в инкленд календарю, даже несмотря на просрочку, 8 баллов, просто потому что я готова закрыть на это глаза, потому что я готова верить в то, что, возможно, мне не повезло, другим людям повезет. Но только по этой единственной причине. Я ставлю 5. Вот у нас календаря шоссейда был скотч. Скотч? Скотч. Да, скотч. В смысле, скотч для склеивания, так, наверное. И там были вот такого размера крема. Вот такого. А я заплатила за данный календарь шоссейда 1027-1227. Что? Не знаю. Я ставлю 5, потому что все эти продукты, которые были, наверное, лично меня не впечатлили. Это моя абсолютно субъективная оценка. Это нормально. Она не объективная. Вот. И я ставлю 5, потому что я, наверное, не привыкла пользоваться таким продуктом. Я очень знаю. Мне кажется, я не буду ничего за этим пользоваться. Ну что ж. А вы посмотрите остальные данные календаря, а мы будем смотреть белорусскую косметику.